Привет, дорогие друзья, с вами Вулкин за кадром, вот я тут, и это у нас, кто стоит тут, полный рост? Кто это у нас тут такой, а? Жень Ксирч приехал погостить в Петербург, он так как у нас переехал сейчас в Чехию, да? Ага, да, было дело. Кто, кто же в Чехии? Ну, в Чехии я с сентября. Сентября какого года? Блядь, этого 14, в смысле, 14-го года. В смысле? В сентябре уехал. Что значит в сентябре? Я в сентябре уехал, я 2-го числа уехал. Короче, Женя в сентябре уехал в 2014 году в Чехию жить, учиться, продолжать обучение, и, в общем-то, сейчас он стоит возле своего дома, возле своей машины, можно сказать, что? Я думал, почему, что ты уже больше года уехал, а получается 3 месяца только не было. Ну, короче, вот этот вот самый Сикрая, на котором мы когда-то участвовали Жене в спринтах, сам Женя, на котором я раньше катался, хотел сказать. С которым я раньше катался, в общем, ну что, я не знаю, в общем-то, многие спрашивали, как у тебя дела, как у тебя дела? Нормально, заебись вообще. Как вообще, по сравнению, ну вот, в России прожить там сколько получается, 17 лет, а потом переехать в Чехию? Что именно? Ну, не знаю, атмосфера там, скучаешь по России? Атмосфера нормальная. Скучаю, не знаю, там ребята нормальные, есть чем заняться. Ну, ты же, я так понимаю, с русскими, да, обучаешься? Русские, казахи, украинцы. Ну, то есть, как бы на одном языке разговаривали? Да. Ну, чешский ты уже выучил? Ну, так. Ну, короче, все, половину Чеха уже. Ну, вообще так, я не знаю, ну там, по удобствам жизни. Ну, вот, допустим, вот ты приехал, считай, не по учебе, вот ты взрослый человек, а ты приехал в Чехию. Удобно там тебе стало бы жить? Ну, чисто без всего просто так. Или ты считаешь, что лучше оставаться там, не знаю, в своей стране? Ну, блин, в смысле без всего? Это взрослый человек, не знаю. Если у тебя есть какая-то там работа, тогда нормально. А если ты просто приехал, ну, хули там делать просто так. Значит, еще сразу главный вопрос, пока не забыл. Кавасаки твой, че, где? У тебя ли он? Я лкнул машину. У тебя он или не у тебя? Че будешь делать? Перевозить Чехию, кататься, продавать или вообще как? Ну, у меня стоит, как бы, сейчас в квартире, там греется. Вот здесь, в Питере. Да, в Питере. Ну, я собираюсь его продать уже под сезон, потому что сейчас, ну, смысл его сейчас выставлять. Он тебе сейчас, подожди, оставался на ходу в последнее время или сейчас что-то? Да, он на ходу. Ты же упал, палец ломал в начале того сезона. У тебя, че там? Бизинчик. Там че-нибудь осталось? У меня вот, короче, этот есть небольшой рыбочек. Женя так в прошлом сезоне сезон открыл. Поехал кататься без... Почему закрыл? А, это было под конец. А, да, точнее. Ты че думаешь, что это надо открыть? Разве, подожди. Не, это было не открыть, а где-то, ну... Наоборот, надо закрыть. В августе поехал заправиться и в тренажерку, а потом упал и поехал домой в итоге. В итоге съездил в тренажер. Вот, то есть, короче, а в Чехии ты планируешь? У тебя же права, получается, вот, ну, короче, российские права у тебя. На мотоцикл. Они действуют там. Ну, они действуют, да, 6 месяцев. Типа, по идее, как бы, надо назад вернуться, но там люди по русским правам ездили нормально, все. В Чехии ты планируешь вообще на мотоцикле, там, кататься, покупать? Ну, я не знаю, может, если деньги будут, курс получше станет. Сейчас-то курс кроны чешской 2,80 по ЦБ идет, а был, короче... Подожди, один рубль, это 2,8 кроны. Один чехий, одна крона, это 2,80 рубля. И, вот, когда я ехал туда, был курс 1,7, вот, и сейчас 2,80. Это, как бы, мотоцикл, который стоил 40 тысяч кроны в русских, ну, где-то, ну, под 80, так. То есть, сейчас он стоит дороже. Ну, так что, какой бы ты сейчас себе взял этот мотоцикл? Ну, я не знаю, я просматривал варианты, думал о каком-нибудь спорте. То есть, вот, когда у меня, вот, на Кавасаке с тобой катались, такой, не, я, короче, кросс буду, а сейчас, как уехал, сразу спорт, да? Ну, там не бессмысленно брать кросс, нет, там некуда ездить, там вообще довольно далеко, куда-то в село выбираться. Вообще, там, ну, как местность, вот, ты где, как город называется живешь? Знаешь, столица Чехии. Ты в Праге живешь? Да. Ты же говорил, в другом городе. Блин, я в Праге живу. Ну, ладно, и в Праге как там вообще, нормально? Ну, вот, в Питере, если сравнить по количеству, я не знаю, машин, по домам, по... Ну, машин там меньше, там город большой, но он просто растянут. По площади он меньше, жителей там, что-то, по-моему, полтора миллиона, вот. Короче, нормально. Ну, по сравнению с Питером, в котором 5 лямов, он меньше. Метро там в два раза меньше общая протяженность. Самая большая разница, которую я заметил в метроле, я приехал в Питер, и, короче, пиздец, в Питере спускаешься, просто вечность на эскалаторе. Там, там, понятно, у нас болотистая почва, вся херня. Вот, там спустился, и все. Вот, давай, по ценам, значит, по ценам, что там, как, вообще, почем. Ну, давай, продукты, вот продукты дешевле, дороже. Продукты сейчас подешевле по сравнению с Россией. Ну, я имею в виду, там, допустим, хлеб, там, вода, хлеб дороже, буханка стоит, вода, вода, не знаю. Кола какая-нибудь там, 0,5. Кола, кола самое дорогое, что там есть, она что-то стоит 30 крон. С этих 20 крон, получается, надо умножать на 2,8. Ну, это, грубо говоря, на 2,5 умножать. То есть, получается, 90,5 рублей. Ну, да, ну, смотри, 26 крон стоит 0,5, 30 крон уже большая. То есть, все равно получается довольно дорогая. Это вот именно в супермаркете или в проконсорах? Да, в супермаркете. Да, офига себе. Ну, зато там тачки дешевые. Ну, там, там все остальное дешевле, там, то есть, свои местные еды, лимонады. Есть вода, которая 2 кроны стоит, ну, просто обычная вода. Есть вода, которая стоит, ну, не знаю, крон 6-7, она с какими-либо вкусами. Так, ладно, значит, ну, машины, ты мне сказал, там, Octavia, значит, еды. Машины, да, Octavia, там, поддержанные Octavia, ну, нормально расходятся. Они, ну, более-более новые Octavia, они стоят, ну, тысяч по 150 поддержанные. Это вот как у меня было или именно вторая? Не, ну, у тебя, у тебя подороже. Ну, годы 13-го, 12-го Octavia, они будут стоить 1160. Это получается, значит, 400, ну, 500 тысяч, ну, тут нормально. А, если, смотри, если, допустим, ну, такое брать, ну, вот, допустим, что можно у нас за 100 тысяч рублей купить? Ну, допустим, я даже не знаю, не, давайте за 50 даже, за 50. То есть, Жигуль в нормальном состоянии, там за 50 тысяч рублей что будет? Ну, там мы когда ходили, смотрели, там, на самом деле, 30 тысяч крон, но там такая херота какая-то, невнятная, уже старые очень машины. Ну, то есть, до сотни, но все равно, мне кажется, до сотни тысяч рублей, если переводить, то там можно машину взять как бы получше, чем у нас, да? Ну, получше, да. Там же в основном не русские машины идут. Дороги лучше нам, ну? Ну, да. Там Германия недалеко, можно съездить в Германию, там, посмотреть в машину какую-нибудь. Я думаю, подержанные там не очень дорого будут стоить. Так, ну, давай последнее, значит, по атмосфере на улице, ну, там мусор, как вот, с мусором? Мусора нет. Вообще убирают? Ну, да, там убирают, не мусорят. Единственное, там почему-то в центре города строй какая-то идет, она довольно долго уже идет. В Европе и чисто везде, наверное, в Чехии там все. Так, ну, короче, в общих чертах ты вообще как? Ну, нравится тебе? Да, нравится, нормально. И сколько ты там вообще планируешь по времени еще находиться, и как сейчас в Питер приезжать? Насчет приезда в Россию я не знаю. Вот, ну, там во время обучения у меня надо год доучить чешский, поступить. Если поступлю... Все, погоди, погоди, трамвай идет. Год обучения чешского, а потом в зависимости от университета, в который я поступлю. То есть, если в мед... А у тебя сейчас считается что, колледж, типа, или что? Нет, языковый курс просто. А, то есть ты еще, типа, еще не поступил, например? Нет. А потом у тебя обучение там вот в университете сколько, лет 5? Ну, в универе на магистра обучение. Бакалавр, это типа, как если на меди, это как медсестра всякая такая, фельдшер. Что-то на медицинский пойдет, да? Ну, не знаю, там посмотрим. Ну, скорее всего, на медицинский. Как пойдет, скорее всего, да. Шесть лет это на магистра, ну, то есть на врача нормального. И еще, смотря какая профессия будет, шесть лет резидентуры. Ну, и, короче, ты еще, получается, точно лет на шесть-семь. Ну, шесть лет резидентуры, это уже, может, даже за границ, где-нибудь в другом месте. А работать ты там планируешь, да? Потом. Не знаю. А, кстати, последний, по работам, вот, ну, примерно, ты же, наверное, слышал, кто сколько получал. Вот, допустим, ну, тот же Макдональдс, да, кассиры, может, ты слышал, или, я не знаю, или более официальная там работа. Там не узнавал, особенно с этим, но учителя у них больше получают, чем у нас. Ну, примерно. Они получают порядка, ну, учителя тридцатки тысяч крон, ну, шестьдесят тысяч. А у нас тысяч по двадцать-пятнадцать, да? Не, ну, это довольно приемлемая зарплата для учителей. Да, наверное, медики очень хорошо это получают, как раз таки. Ну, это, наверное, смотря какие. Не, ну, в любом случае. Ну, все равно лучше, чем у нас. Ну, понятно. Ну, короче, в принципе, зато бензин, да, там, дорогой. Как в Европе, везде, в принципе, я знаю, что в Финляндии сейчас... Бензин, на самом деле, там дешевле, чем в остальной Европе, как мне показалось. Ну, вот я Финляндию вот смотрел, там, по-моему, выходит же евро с чем-то. Получается, меньше евро, почти один евро литр стоит. Ну, если видишь, опять же, сейчас переводить по новому курсу, это 70 рублей. Ну, короче, бензин там все равно дороже выходит. Ну, да. Почти, ну, два раза даже. Ну, чего тогда, заканчиваем наш разговорчик. Ну, в общем, чего, передаю всем привет, ребятки. Подписывайтесь, ставьте лайки. За Женьку лайк, вот такой вот, да? Да, большой. За Женька Сиркович. Лойсы. Лойсы. Никто не, понимаешь, никто не может забыть, как ты улетел в дерево. Нормальное дерево было. Нормальное дерево было. Я просто обнимашек захотелось. Да. С кем не бывает. Ну, короче, вот такие вот дела, так что давай, Жень, спасибо, что... Согласился на запись видоса специально для подписчиков, которые интересовались, как поживает Женя Сиркович. И вот, собственно, я думаю, что вопросы, многие вопросы, ну, которые, в принципе, такие востребованные, я тебя задал. Так что тебе, короче, главное, что тебе нравится. Да. Вот, так что. Ну, что, ребят, всем пока. До свидания. Пока, пока.